И уникальный пещерный скит нашли в Харьковской области. Памятник архитектуры мог служить обителью монахов в середине 18-го начале 19-го века. Подобных скитов в Украине нет. Наша съемочная группа спустилась в пещеру, чтобы узнать все подробности. Часовня. Часовня? Коплычка, то есть часовня. Обратите внимание, вот это вот Божья Матерь, а на руках держала Иисуса Христа. Здесь остались вот рука одна, голова, все остальное, оно отвалилось. Вот это вот походу часть от него. И пещера, Ифлеемская пещера, где родился Иисус Христос. Тоже вот уникально, как она сделана, родоподобно. Экскурсию она проводит Светлана, сотрудница Харьковского центра охраны культурного наследия. Она занимается исследованием скита. Когда умирал монах, его сюда сложили, ну как мощи, мощи монахов, вот. Это специальный подбойчик, ну точнее выемка, чтобы все сукровицы стекало, впитывалось в грунт. Вот это же, пожалуйста, под икону, под свечку. Это же еще видно, что закопченное. Под голову, под... Мощина, скальная роспись, ниши под иконы и свечи – все это осталось здесь с середины 18-го, начала 19-го века. Во время экскурсии Светлана находит гвоздь. Смотрите, гвоздь. Скорее всего, того времени. О появлении пещер существуют разные легенды. Одну из них рассказала Валентина Шевченко. Скит находится на территории заброшенной усадьбы Василия Бурова. Вот он, рядом с нами. По одной из версий, этот скит он вырыл сам, ведь был профессиональным архитектором. Сам южная сторона скита очень маленькая, высотой максимум метр пятьдесят, шириной около семидесяти сантиметров. По мнению экспертов, в середине 18-го века здесь могли жить монахи. Главный вход в пещерный скит еще не найден, но без особой физической подготовки сюда можно попасть через вот такие вот провалы. София Бабок, Антона Вижас, Харьковская область, ЮЭй ТВ.